МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Североатлантический альянс НАТО отметил свое 70-летие. 4 апреля 1949 года представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический договор о коллективной безопасности. Поначалу роль НАТО видели в противостоянии Советскому Союзу. Стояла цель не допустить возрождения мощи Германии и поддерживать американское военное присутствие в Европе. Затем на протяжении 70 лет состоялась многократная идентификация этого военного блока в несколько ином качестве. О роли этого военного политического альянса и поговорим с сегодняшним гостем, доктором философии и историком Борисом Шаповалом. Здравствуйте! Здравствуйте! Еще раз, 70 лет отмечает Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря НАТО, нынешнего генерального секретаря Янса Столтенберга, организация успешно отстаивает принципы справедливости, и обеспечивает мировую безопасность. Действия НАТО по поддержанию мира, как известно, стоили жизни тысячи мирных жителей. Северная Корея, Югославия, Ливия, Сирия. Британский политолог Маркус Пападопол считает юбилей НАТО днем скорби. Цитата. «Покойтесь миром, жертвы НАТО, Югославия, Ливия, устав Организации Объединенных Наций, стабильность на Балканах и Восточной Европе». Вот такой вот у него был пост в Твиттере, где он отметил таким образом 70-летие этой организации. С чем можно согласиться, а с чем нет? Вот две оценки прозвучало. Вы знаете, мне ближе оценка британского политолога. Ну, вообще у меня очень сложные, скажем так, отношения с этой организацией, потому что это военно-политический блок. Я, как бывший советский человек, как офицер советской армии, был воспитан в том духе, что этот блок был направлен против моей родной страны, Советского Союза, и предназначение этого блока было уничтожение нашей страны. Ну, ведь это действительно так, потому что одной из главных целей военно-политического блока НАТО так и было записано – противодействие идеологии Советского Союза и Советскому Союзу. Вот, поэтому, навряд ли у меня вот эта организация может и по сегодняшний день вызывать какие-то вот такие добрые чувства. Это вот с этой точки зрения, того прошлого исторического, которое было. Ну, в 1991 году Советский Союз развалился в силу тех объективных, субъективных причин, которые этому способствовали. И, казалось бы, вот это противостояние советской социалистической идеологии, коммунистической идеологии, допустим, буржуазного западного мира, капитализма, оно завершилось. Соответственно, отпала необходимость в этом агрессивном блоке, некого было сдерживать. И когда Советский Союз распадался, ведь тогда же очень много на эту тему говорили, потому что, ну, в некоторых европейских странах находились советские войска, ни для кого это не секрет, они там находились на законной основе в соответствии с договорами между этими странами. Страна Варшавского договора. Да, страна Варшавского договора. Когда создавался блок НАТО, это 4 апреля 1949 года, вот, и он был направлен против Советского Союза, естественно, ответным шагом было создание организации так называемого Варшавского договора, куда вошли, кроме Советского Союза, ну, скажем так, бывшие союзники страны народной демократии. Это Польша, это Венгрия, это та же Чехия, сегодня Словакия. То есть ряд европейских стран, они как бы создали свой военно-политический союз, но противодействуя блоку НАТО. И естественно, что в этих условиях о каких-либо там добрых отношениях между этими двумя мощными военно-политическими организациями говорить нельзя было. Ну, вот оно все завершилось в 1991 году, но, к удивлению, несмотря на те заверения, которые Соединенные Штаты Америки давали, и Федеративная Республика Германия, и руководство блока НАТО руководителем бывшего Советского Союза, о том, что блок не будет расширяться, о том, что отпадает в этом необходимость, но оказались просто словами, и я могу подтвердить это просто обыкновенной статистикой. Итак, в 1949 году учредителями этой военно-политической организации стран Североатлантического договора было 12 стран, из них 10 европейских стран, и почему-то здесь оказались Соединенные Штаты Америки и Канада, которые к Европе абсолютно никакого отношения не имеют. Ну, вот и придумана была вот эта формула, да, Североатлантическая и так далее, для того, чтобы приписать сюда... Объяснить, да. Да, объяснить, почему вот в этой организации присутствуют Соединенные Штаты Америки и Канада. И, естественно, Соединенные Штаты Америки стали главными в этом блоке. Они на первоначальном этапе финансировали все эти вопросы. Их военно-промышленный комплекс очень хорошо на этом заработал, потому что были выработаны так называемые общие стандарты, военно-технические НАТО, и, соответственно, под эти стандарты военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки гнал технику, гнал вооружение, переводил все вот эти армии участников вот в этот союз. Что произошло дальше? Когда распадался Советский Союз, в блоке НАТО было 16 государств. На сегодняшний момент их 29. Вот объясните мне, пожалуйста, Советский Союз распался. Та идеологическая основа, которая была в основе построения этого государства, ну, кому-то оно нравилось, кому-то не нравилось, да, вот НАТО оно не нравилось, Соединенным Штатам Америки не нравилось, да, вот она отпала. Россия сегодня современное демократическое государство, точно такое же, как Франция, как Германия, как все остальные европейские государства. Казалось бы, против кого направлен этот блок? Помните эту историю года 3-4 тому назад? Перед тем, как поставить свои ракеты, скажем, системы противоракетной оборонной в Польше и в Румынии, да, американцы убеждали российское руководство, что мы, мол, вот эти комплексы поставим, да, но они не против России направлены, они против Ирана направлены. Когда россияне говорили, ну, извините, до Ирана 6 тысяч километров, вот, а ваши ракетные комплексы бьют до 4 тысяч километров, ну, как-то нелогично. Ну, мы со временем их усовершенствуем и так далее. Ну, короче, получилось, что все это направлено против Российской Федерации. Это вот де-факто, как оно есть. Спустя столько лет, мне кажется, Российская Федерация сейчас очень островно протроллила Соединенные Штаты Америки, когда те стали задавать вопросы, что делают российские военные в Венесуэле. Мы боремся так же, как и вы, с терроризмом. Да, с терроризмом и за демократию. Ну, если говорить чисто по Соединенным Штатам Америки, если мне не изменяет память, ну, пусть я ошибусь, там, на 2-3 какие-то базы военные и так далее. У Российской Федерации их, по-моему, до 5 военных баз на территории других государств. У Соединенных Штатов Америки их 800. 800. Так вот, давайте исходить хотя бы из этого факта. Кто проводит агрессивную политику в этом мире и кто кому угрожает? Соединенные Штаты Америки основа блока НАТО или Российская Федерация? По количеству баз я вот вам привел цифры. Плюс только на содержание этих военных баз Соединенные Штаты Америки тратят более 100 миллиардов долларов ежегодно. Только на содержание этих баз. А в целом военный бюджет Соединенных Штатов Америки, ну, я точно помню, по 2017 году это было 700 миллиардов. Сегодня это выскочило уже за 800 миллиардов, да. А военный бюджет блока НАТО, если я не ошибаюсь, опять-таки, по 2017 году это было 946 миллиардов. То есть, фактически, две трети, 70% всех военных расходов в мире на сегодняшний день приходится на блок НАТО. Опять-таки, 70% всех военных расходов приходится на блок НАТО. И, опять-таки, кто кому угрожает? И получается, что и Китай, и Российская Федерация, и многие другие, та же Индия, крупные государства в военно-техническом оснащении, и все остальные страны мира тратят на военные расходы. И вот те, оставшиеся из общего совокупной суммы, 30%, а Соединенные Штаты Америки, блок НАТО, 70%. Вот простые цифры, говорят сами за себя, на чьей стороне правда. Ну, вот относительно 91-го года. Да, я извиняюсь, вот относительно характеристик, вот как в России говорят, да, или, допустим, в других странах, вот в честь вот этого юбилея, этой военно-политической организации, блока НАТО, я прочитал очень интересную, такую емкую характеристику. Это НАТО, это пожилой человек с очень агрессивным характером. Ну, наверное, вот это вот короткая характеристика. Ну, знаете, здесь даже некий намек, мы же понимаем, что, в общем-то, все в жизни ограничено. Ну, да. В данном случае, наверное, и этот блок не бесконечен. Ну, 29 стран, там у них на очереди две на вступление, по-моему. Ну, вот еще, как сумасшедшие туда рвутся, бывшие республики Советского Союза, Украина, Грузия, вот хотят. Как раз об этом поговорим чуть позже. Вот своеобразный ответ, что же было в основе взаимоотношений с Западом? Появление все-таки этого блока? Ну, понимаете, знаменитая речь в Фултоне, в Соединенных Штатах Америки, Уинстона Черчилля, да, который фактически объявил холодную войну Советскому Союзу. И вот началось вот это противоборство в Европе. Кто будет оказывать влияние вот на ту расчлененную, разделенную тогда на четыре части, Германию, да, странами-союзниками по антигитлеровской коалиции. Вот, и там было масса вопросов, потому что бывшие союзники стали уже соперниками, а если переводить уже не на дипломатический язык, а конкретно врагами. Появилась Берлинская стена, ну, в Берлине, да, и многие-многие другие вещи. Вот, и вот это вот противоборство, да, за это влияние в Европе переросло в военно-техническое соперничество и военное. Кто-то пытался за счет военной силы получить какие-то преимущества. Кто? Мы тоже знаем, кто первый создал атомную бомбу в Соединенные Штаты Америки. Кто ее испытал? Кто-то, что она в мире, которая его использовала, это Соединенные Штаты Америки. И они использовали его против страны, которая этого не имела. Оружие, ну, и в этом не было даже чисто военной необходимости. Ну, вот опять-таки, можно спорить, можно бить себя кулаком в грудь, но исторические факты опять подтверждают вот простую истину о том, что все-таки это не культурная организация, и она не занимается там культурными вопросами, программами, а это военно-политический блок, агрессивная организация, с задачей которого, ну, вот это противоборство теперь уже с Российской Федерацией. И вот идеологию отбросили, а страна осталась. Ну, Борис, все-таки, в чем же природа вот этого, ну, будем говорить, неприятия, другой политической... Природа, потому что... Я только, я позволю сейчас закончить. Ведь, смотрите, мы с вами помним, когда нашу страну, нашу с вами общую страну называли тогда ось зла мировой. Ну, это наши враги называли, наши противники. Да, и я задавался вопросом, а за что, в общем-то, мы стали для них такими, ну, если не изгоями, то, в общем, врагами. За то, что, в общем-то, подарили миру восьмичасовой рабочий день. Ведь, вы понимаете, только благодаря появлению на карте Советского Союза... Первая демократическая конституция была принята в СССР. Те, кто отставил, в общем-то, права трудящихся, и это, кстати, вынуждены были признать зарубежные капиталистические страны и принять как данность, что нужно изменить и трудовые кодексы у себя. Мы, да, какие-то технологии рождались, рождались инновации социального характера, как, ну, в общем-то, страна понимала, возрождаясь после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, ведь никто не ставил вопрос о том, что вернуть себе жилье, сгоревшее, погибшее в той войне, нужно за счет, например, каких-то финансовых средств. Государство строило это все бесплатно, давало своим гражданам. За это нас ненавидели? Ну, они ненавидели, ну, прежде всего, вы понимаете, сама по себе природа капитализма и вот того империализма, а после Второй мировой войны империализм был, вот он был, существовала, существовала колониальная система, практически все страны Азии и Африки были чьими-то колониями, чьими колониями, Англии, Франции, Германии. Ну, и большинство европейских стран, давайте вспомним. Конечно, и Соединенные Штаты Америки к этому приложили свою руку, но американцы пошли дальше, они поняли, что вот использование военной силы, оно не популярно, оно не приветствуется, появилась Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, да, в котором были и Китай, и Советский Союз, которые блокировали, ну, скажем так, некоторые вещи, и они поняли одну простую истину, что тот, кто побеждает, скажем так, в промышленном развитии, тот диктует миру свою политику, и они перешли совершенно на другую систему. Ну, вот смотрите, для того, чтобы сегодня подчинить себе какую-то страну, не нужно применять военную силу, бомбить, уничтожать, а можно просто давать кредиты, что они и делают, подсаживая бедные и нищие страны на вот это сначала дешевое внешнее кредитование Международного валютного фонда, которым они тоже управляют, Всемирного банка, которым тоже Соединенные Штаты Америки управляют. Ну, и таким образом они вынуждают эти страны находиться в тренде их внешней политики. А военная сила им нужна прежде всего для своих противников. То есть, для тех, кто не берет кредиты. Да, тех, кто не берет кредиты. Судьбу Каддафи вспомнил, судьбу Югославии. Да, Каддафи, ну да, Ливия, Сирия, Советский Союз имел какие-то кредиты. Сегодня Российская Федерация практически не имеет западных кредитов. Это, кстати, очень большое достижение. Оставаясь членом Парижского клуба. Да, конечно, конечно. Это большое достижение внешней политики Владимира Путина. Он действительно Россию сегодня сделал независимой. Конечно же, это раздражает. Почему? Потому что экономическая зависимость, промышленная зависимость, почему у него и санкции против Российской Федерации постоянно какие-то. Потому что идет соперничество. Не надо воевать сегодня. Достаточно того, чтобы ввести какие-то санкции, мешать экономическому развитию, научно-технического прогресса своего соперника. Но ракетами можно обложить, обставить так вот для того, чтобы тебя боялись и для того, чтобы ты понимал, что постоянно идет эта борьба. Ведь сегодня вопрос... Ну, давайте так. Подойдем с другой точки зрения. Что в Соединенных Штатах Америки есть военные, которые не понимают, что если они нажмут на кнопку ядерного оружия, они не получат ответ, они получат гарантированный ответ со стороны Российской Федерации. Они это прекрасно понимают. Если бы они прекрасно знали, что они это могут сделать, они бы давно нажали. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Потому что мировое господство, вот эта сумасбродная идея, она как раз является основой, идеологической основой этой страны, Соединенных Штатов Америки. Вот у них идея мирового господства. И мы видели, что вот последние, после распада Советского Союза, они пытались вот этот однополярный мир построить. Ну, слава Богу, я говорю, слава Богу, почему? Потому что всегда должно быть противодействие. Вот весы — это удивительное изобретение человечества. Почему? Потому что если где-то упало, где-то все равно прибавилось. Вот равновесие, оно заставляет договариваться. Равновесие, оно заставляет считаться с интересами другого. Искать компромисс. Поэтому, конечно же, агрессивная военная сила должна иметь противодействие с другой стороны. И так исторически сложилось в 20 веке, во второй половине 20 века, что этим вот таким военным противодействием политики Соединенных Штатов Америки был Советский Союз. На сегодняшний день, ну, вот и с технической, и с военной точки зрения, это Российская Федерация. Ну, вот этот вечный соперник, вечный противник, он раздражает. Хотелось бы, чтобы его нет. Это одна причина. Ну, Станислав, но есть другая причина. Российская Федерация по территории самая большая страна мира. Даже после распада Советского Союза. Это 147 миллионов населения. Это более 50% всех мировых черноземов. Это 45% мирового леса. Это 7%, если не ошибаюсь, разведанных запасов на сегодняшний момент нефти. И 27% газа. Да, я уже не говорю о том, что это страна с самыми большими полезными ископаемыми и так далее. Россия всегда была лаковым кусочком для колонизаторов, для империалистов, которых хотелось бы ее расчленить на 5-6 каких-то бантустанов. Да, и чтобы вот управлять этими банановыми республики и выкачивать оттуда, как из Венесуэлы выкачивают нефть. Ведь страна с самыми большими запасами нефти на сегодняшний день – это Венесуэла. И, конечно же, Соединенным Штатам Америки хотелось бы иметь управляемого президента, управляемый парламент. Хотелось бы, чтобы американские транснациональные корпорации выкачивали оттуда за бесплатно венесуэльскую нефть в своих интересах. Но у венесуэльского народа своя точка зрения, и он ищет, конечно, каких-то защитников. Раньше это был Советский Союз, сегодня многие страны обращают свое внимание в сторону Российской Федерации. То есть вот эта, опять-таки, идея мирового господства, вот она, вот это противоборство между великими державами и порождает. В отношении Венесуэлы могу добавить только, что, согласно одной из версий политических аналитиков, вмешательство России в события Венесуэлы, или, например, помощь Венесуэле, это оказалось, в общем-то, большей помощью Саудовской Аравии, Арабским Эмиратам. Потому что… Но они соперники. Потому что нет, потому что буквально накануне решался вопрос о том, что Трамп должен, ну, как принято, ну, или не принято, может быть, в некоторых кругах, принято говорить, кинуть арабов. И в это… То есть переключиться полностью, переключить свою экономику полностью на легкую венесуэльскую нефть, и таким образом уже дальше не общаться с… Ну, и не тратить деньги на их военно-техническое обслуживание и так далее. Понимая, что, в общем-то, складывается непросто отношение с турками, которые закупают российское вооружение. И тут как раз вот переиграли. Получается, нет, вы дальше дружите с этими ребятами, платите им. Вот. Ну, с турками это комплекс С-400, речь об этом идет. Вот. Но я вот что хочу сказать. Смотрите, вот мы как бы в студии говорим о вещах достаточно, ну, как бы, наверное, легко, но достаточно страшных. Почему? Смотрите, мы говорим о том, что… Мировой капитализм приобретает своих сторонников, принуждая брать кредиты, принуждая идти в шлейфе экономических, политических своих… Вступать в НАТО. Да, в данном случае вступать в НАТО. В 16 стран, 29. В какие-то другие там союзы. Но вот когда решался вопрос судьбы Югославии, ведь посмотрите, как страшно НАТО поступило с этой страной. Мало того, что разделило на несколько государств, одно из которых до сих пор не признанно, я говорю о Косово. Ведь бомбардировки проводились, как уже сейчас, наверное, все-таки надо западным политикам отдать должное. Иногда они это признают, как, например, признали, что в 91-м году они обманули Горбачева, пообещав, что не будет расширения НАТО. И об этом уже сами пишут открыто. Буквально недавно нынешний генсек НАТО Столтенберг признался, да, это была, конечно, вина Альянса перед жителями Югославии. В то же время в организации не собирается привлекать к ответственности офицеров, которые давали приказ бомбить Белград снарядами, с урановыми наконечниками. Да, запрещенным. Запрещенным. Ведь сегодня к чему это все привело? Балканы – это регион самой грязной экологии сегодня в Европе. Балканы – это страны, где сегодня дети… Статистика показывает, как дети заболевают онкологическими болезнями, которые присущи людям старше 50 лет. А этим уже болеют дети, новорожденные. Понимаете, то есть это как раз последствия того, что вдруг кому-то захотелось перекроить карту Европы. Да, понимаете, действительно это произошло, ну, скажем так, все началось в Югославии, но вот слава Богу, вот слава Богу, нам с вами в Советском Союзе не пришлось воевать. Слава Богу, 15 бывших братских республик как-то мирно разошлись. Да, в нескольких республиках остались какие-то очаги Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Грузия, у нас Приднестровье, вот здесь этот конфликт вылился в 92-м году в боевые действия. Слава Богу хватило ума их тогда прекратить в июле 92-го года. Но в целом, по-большому, в Советском Союзе не было вот того, что произошло в Югославии. Там тоже основную часть составляли, если не ошибаюсь, шесть союзных республик, да, и вот на вот этой волне там те же самые процессы начались. Но это было внутреннее дело этого государства. Ну, они перешли, наверное, какой-то край, начали военным путем выяснять друг с другом отношения. Ну, можно было по-разному на это воздействовать. Но что сделала Европа, что сделала НАТО тогда? Они в 92-м году ввели патрулирование Адриатического моря с начала своей авиации. В 93-м году это Франция, Соединенные Штаты Америки и, если не ошибаюсь, Нидерланды начали патрулирование всего неба над Югославией. В 94-м году они сбили первые четыре югославских самолета, которые, ну, в этом внутреннем конфликте воевали друг с другом. И почему-то они выступали только на стороне, вот, скажем так, вот, сепаратистских каких-то вот этих выступлений регионов. Но не, но и это все было... Те, кто стремились к разрыву. Да, 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 те, кто стремились к разрыву. И это было против Сербии. Но я согласен с теми людьми, которые говорят, что НАТО это агрессивная преступная организация. Почему? Потому что они бомбили Югославию без решения Совета Безопасности. То есть, практически наплевав на организацию. Наплевав на организацию, они как бы это делали отдельные страны, там, ну, в общем, всегда НАТО и Соединенные Штаты Америки находят оправдание своей политики. Но в результате этих бомбежек, применения, в том числе и запрещенных боевых зарядов, погибло 1700 граждан Югославии. Из них, только вдумайтесь в эту цифру, 400 это дети. 400 детей. То есть, каждый четвертый погибший Югослав в результате бомбежек НАТО, этой беззащитной страны, каждый четвертый это ребенок. Ну, вот, они извиняться не собираются, да. А потом, давайте вспомним события в Ливии, события, вот, последние в Сирии. Да, пусть они, может, там не выступают, как бы, от лица НАТО, но это те же НАТОвские государства. Та же Франция бомбила Ливию. Там же они вместе с англичанами и американцами устроили вот это, как это, безоблачное небо, да, бесполетное. Вот, то есть, опять-таки, все эти действия, они предпринимались или в обход резолюциям Организации Объединенных Наций, или как-то они их по-своему трактовали. Это говорит о направленности вот этого блока в этом направлении. Ну, хотелось еще повернуть нашу... Ну, Югославия, это, конечно, очень трагическая такая страница. Если я не ошибаюсь, сегодня в НАТО из бывших Югославских республик, не помню, вот сейчас Босния-Герцеговина решился этот вопрос или нет, осталась только Сербия. И Сербию вынуждают туда вступить, да, вот в НАТО, как бы обязательное условие. Ну, насколько я знаю, и сам сербский народ, и сербское руководство сегодня, они выступают против этого, пытаются как-то противодействовать. И сразу на улицах появляются какие-то митинги. Да, да, да. А посмотрите, что вот произошло, опять-таки, по расширению НАТО. Было 16 стран, сегодня 29. В НАТО сразу же, ну, это как одно из первых условий было. Страна вступает в НАТО, а потом в Европейский Союз, да? Ведь это так было. Вот Польша, когда-то братская страна, Венгрия, Чехословакия разделилась мирно на две страны, да? Их не бомбили на Словакию и Чехию. И тем не менее, они сегодня члены НАТО. Румыния, член НАТО. Видите, Украина и Грузия, там уже давно, больше десятка лет находятся, да, НАТОвские специалисты, НАТОвские кураторы, которые координируют очень многие вещи, обучают военнослужащих этих армий. Ну, зачем вот все это? Ну, и, к сожалению, и наша страна вот на сегодняшний момент каким-то боком вот попадает в зону интересов НАТО. И я абсолютно уверен, что это не к добру. Ну, если заговорили уже о Молдове, мы участники программы «Партнерство во имя мира». Программа, которая тоже создана при непосредственном участии в Североатлетического альянса. И 13 стран-участниц программы, ну, впоследствии стали полноправными членами альянса. Да, всего 21 страна участвовала, ну, участвовала и участвует вот в этой программе. Ну, программа, как бы, она сама по себе неплохая, да, но вот она, наверное, прежде всего предназначена... Есть какие-то миротворческие миссии, наши военные участвуют в разминировании на постконфликтных просторах. Ну, конечно же, зачем же жертвовать жизнями французских парней или английских, или там немецких, да? Можно туда послать молдаван, можно там послать сербов туда, там, или там, хорватов, еще кого-нибудь, да, венгров, румын, вот. Ну, и на здоровье. В этих целях это и предпринимается, вот. Вот. И здесь, опять-таки, вот существует еще несколько программ, о которых мало кто говорит. Вот всем известно партнерство во имя мира, вот такое очень громкое, красивое, пафосное название. Но там существует, допустим, план действий по членству, в который входит Северная Македония, да, и вот мы знаем, что она вступает в НАТО, и Босния, и Герцеговина. Потом у них существует так называемый план коренного диалога. Это туда входит Грузия и Украина. То есть есть и вот такие программы, да. И потом вот эта вот сама программа партнерства во имя мира и некоторые другие программы, но они предназначены прежде всего для чего? Ну, как все делается? Вот сначала мы вам там вот рассказываем очень хорошее о нашей организации. Вот наша организация, НАТО, занимается не только военным, там, вопросами военной безопасности, но мы занимаемся тем, что мы за демократию, что мы за прогресс, что мы за соблюдение прав человека. А чувствуете, как военные вопросы как бы сразу же переплетаются, скажем так, ну, правовыми, гуманитарными вопросами. И вот они пришли в Югославию, не просто бомбить Югославию, а они там заботились о правах человека. Но почему-то они под правами человека понимали только одну часть населения, а права человека другой части населения НАТО не интересовало. Вот эта вот избирательность вызывает массу вопросов. И вот эти все программы, они, конечно же, в итоге заканчиваются следующим. Ну, вот как Молдова сегодня проходит это. А вот давайте мы вам поможем перевооружить вашу армию. То есть перевод на другие стандарты. Абсолютно. Перевод на другие стандарты, на другую технику и так далее. И здесь, ну, знаете, наверное, правильно будет затронуть вопрос, что это ведь все не бесплатно проходит. Ведь на перевооружение даются кредиты. Западные страны, ну, вот вы упомянули сами эту цифру, 2% от ВВП на европейских странах, да, они должны тратить на... По требованиям США, кстати. Да, по требованиям США, на перевооружение своих армий, на военно-техническое сотрудничество. Но, учитывая, что это единые стандарты, там абсолютное большинство, более 70% всей военной техники, оружия и так далее, это американского производства. Соответственно, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки ежегодно получает плановые заказы за счет вот этих 2% 29 европейских стран. Они имеют гарантированные рабочие места, они получают прибыль. Замечательно, Соединенным Штатам Америки это нравится, это политика этого государства. А что происходит с такими странами, как и нашими? Ну, нам не поставят же новое современное вооружение. Нет, нам поставят то, что списывается в западноевропейских странах, то есть они заменяют у себя новыми образцами оружия, а то, что оно стояло на складах, оно не использовалось в боевых действиях, оно в хорошем состоянии. Ну, почему бы их не продать вот этим аборигенам за те же кредиты, которые мы дадим? Я извиняюсь, что я вот так по отношению к нашей стране говорю аборигены, но мы для них действительно аборигены, из которых они просто выжимают деньги и последние соки. Самое интересное, знаете, что мне напомнило это? Если помните, наверняка вы знакомы с историей освоения Америки, когда британцы, высаживаясь на эту территорию, индейцам, которые, кстати, помогали им бороться с французами, и вот индейцам они дарили одеяло, зараженные оспой, чтобы потом дальше уже не рассчитываться за оказанные услуги. Да, ну, было и это. Но, к сожалению, в истории вообще освоения американских земель там есть много вот этих вещей. Кстати, первые концлагеря появились именно для индейцев, именно на американской земле. Для коренного населения Америки. Они об этом как-то не говорят, потому что, ну, опять-таки, права человека они защищают в другой какой-то любой стране, а у самих проблем много. Так вот, по военно-техническому сотрудничеству. Ну, вы знаете, мы, вот, я с группой своих друзей, помню, несколько лет назад у нас торжественно в Молдове отмечалось 25-летие молдавской независимости, и мы были на параде 27 августа. Вот, и смотрели вот этот военный парад. Ну, я, ну, больше всего мы смеялись, знаете, из чего? Вот НАТО или Соединенные Штаты Америки, мне без разницы, кто, потому что для меня это одно и то же, они поставили в Молдову, ну, вот эти вот джипы, хаммеры, да, с крупнокалиберными пулеметами. Будущее сырье для рыбницкого металлургического завода. Ну, вы понимаете, мы смеялись, почему? Потому что мы, бывшие военные, прекрасно понимаем, что этот металлолом в условиях холмистой местности Республики Молдова в военных целях абсолютно непригоден. Почему? Потому что он будет уничтожен буквально в первые же минуты боя из любого угла, из-за любого... Да не надо здесь же джавесилы и противотанковые средства из любого гранатомета, из кустов. Потому что условия местности, они вот не предусматривают использование небронированной техники в таких условиях. Ну, кто может открытый джип использовать для боевых действий? Да, на нем очень хорошо, красиво по Сирии разъезжать, по пустыне там еще где-нибудь, да, просто передвигаться, перевозить людей, технику или там боеприпасы. Но здесь их использовать практически невозможно. И вот таким металлоломом, такой рухоль, нас они обеспечат опять же за те кредиты, которые они нам милостиво дадут, нарисуют нам цифру, ну, если мы туда вступим. Но мы еще туда не вступили, но уже ведем перевооружение, насколько я понимаю. И меня, если мы говорим по Молдове, есть у нас еще минутка-две, если мы говорим еще по Молдове, то меня беспокоит еще один вопрос. То, что НАТО и страны НАТО сегодня подключились, вот скажем так, к решению вот этой проблемы с российским складом боеприпасов, вооружений, опять-таки, который появился у нас, почему? Потому что из Европы вывозили, да, вот когда оттуда выходили войска, бывшие советские. Вот, они сегодня продвигают идею, вот давайте, ну, вот совершенно недавно прошла информация, во Флорештах они финансировали переоборудование наших складов молдавской армии под боеприпасы, хранилища и так далее. У них сумасбродная идея появилась, у НАТОвцев, которую они упорно продвигают. А вот давайте мы на территории Молдовы построим, потом россиянам скажем, а вот давайте теперь перевезем через Украину, ну, мы не можем, там конфликт военный идет, вот давайте мы теперь на территорию Молдовы перевезем, где-нибудь там во Флорештах еще не будет, будем их потом уничтожать или складировать. Ну, вы знаете, это с больной головы на здоровую. О своих планах открыто они не говорят. Нет, это называется военно-техническим сотрудничеством. Только кто будет контролировать все это, вопрос. Нет, а дело в том, что оно нам надо, оно нам абсолютно не надо, его бы куда-нибудь действительно подальше вывезти и уничтожить. А перевозить с одного места на другое, для того, чтобы потом сказать, ну, россияне, теперь вам здесь делать нечего, до свидания, можете покинуть эту землю. Вот зачем все это делается. Поэтому, еще раз говорю, я вот особого восторга от сотрудничества в данной ситуации Республики Молдова и военно-политического блока НАТО не вижу. Почему? Потому что это военная организация, которая преследует однозначно конкретные цели. Она преследует цели военного противодействия Российской Федерации. И я не хотел бы, чтобы мои дети, мои внуки находились под прицелом российских ракет. А они будут находиться под прицелом, если у нас здесь будут какие-то американские или НАТОвские базы, какие-то объекты, радиолокационные станции и так далее. Россияне ведь честно предупредили и правительство Польши, и правительство Румынии в связи с открытием вот этих баз ракетных на территории этих государств. Они сказали, ну это суверенное право этих народов, ваших народов принимать это решение, но и суверенное право Российской Федерации защищаться в данной ситуации. И они четко и ясно сказали, эти объекты, естественно, в первую очередь будут поставлены под прицел. Почему? Потому что они являются угрозой безопасности Российской Федерации. Если я не ошибаюсь. И вот теперь одни правы, вторые правы. Вы знаете, опять-таки, меня как простого человека не интересует. Меня интересует мирное небо над моей страной, над моей Молдовой. А оно может быть обеспечено только одним вариантом, одним путем. Если мы не будем влазить вот в эти разборки между мировыми державами и бряцать оружием, которого у нас по большому счету нет и оно нам не нужно. Вот если задаться вопросом, кому нужна война, то вот, наверное, цифры, которые любят экономисты, финансисты, мне кажется, говорят сами за себя. Вот смотрите, в Российской Федерации в прошлом году, в 2018 году, было потрачено 382 доллара на душу населения на военные нужды. Об этом вот как раз сообщают, ну вот я ссылаюсь на непрактическую организацию, фонд защиты национальных ценностей. Да, граждан. Так вот, по этому параметру Россия уступает, по этому показателю, даже Бельгии, потому что, например, в этом рейтинге самое высокое место занимает Соединенные Штаты Америки, там 2088 долларов на душу населения. На одного человека военные расходы. Да, мы знаем, что население США, мне кажется, вдвое больше, чем население Российской Федерации. На втором месте находится Норвегия с суммой в 1364 доллара, третья строчка – Великобритания. Там почти 1000 долларов, 933 на душу населения тратится вот на вооружение. То есть, опять же, кому нужна война? Тому, кто тратит огромные деньги на перевооружение, на оснащение. Оно дальше должно как-то приносить доход, соответственно, достать расходные части для того, чтобы снова пополнить чей-то бюджет. Ну вот смотрите, по 2018 году, если мы говорили, там бюджет Соединенных Штатов Америки был порядка 800 миллионов блока НАТО 900, ой, миллиардов блока НАТО 946, то бюджет, военный бюджет Российской Федерации составлял 70 миллиардов. 870 миллиардов, вот почувствуете, да, два… Менее чем 10 миллиардов. Да, вот нолик уберем, и мы получим вот тот результат. Поэтому вот эти все сказки про добрых вот натовских парней, которые приходят к нам и несут нам демократию, счастье, прогресс, ну для меня это сказки. Почему? Потому что я знаю, что военная организация ни демократию, ни прогресс нести не может. Но тем не менее мы видим, сейчас в Черном море проходят учения, натовские военные корабли. Ну вот опять-таки, чего не лезут в Черное море, когда там давно все было обговорено, еще в 30-е годы 20-го века, кто, куда, сколько раз может заходить. Опять-таки, это приближение… И сколько времени находиться. Да, сколько находиться, там, по-моему, 21 день. Вот. Это все опять-таки приближение к городницам Российской Федерации. То есть опять это какой-то возможный конфликт. И мы находимся в этой зоне конфликта. Но я думаю, что если у кого-то и возникают какие-то вопросы у России и Украины, или у России и Турции, или у России и Грузии, я думаю, что эти страны должны прежде всего договариваться между собой. Это внутренние дела. И Черное море, по большому счету, все 20-е столетие фактически было внутренним морем тех государств, границы которых выходят на это. Но слава Богу, вот смотрите, ведь Турция тоже страна НАТО. Кстати, у нее самая большая армия из всех стран НАТО. Но я почему-то уверен, что тот уровень сегодня отношений между Турцией и Российской Федерацией, прежде всего экономических отношений, сейчас появились и военно-технические, против чего, кстати же, яро выступает Соединенные Штаты Америки. Ну, конечно, им же свою рухлетки, ну, патриоты хотелось бы поставлять в Турецкую Республику. Ну, суверенное право Турции выбрать себе более современное, более надежное оружие. Они выбрали С-400 ракетные комплексы. Ну, это что вызвало Соединенных Штатов Америки? Вот они сегодня пытаются что-то сделать. Они пытаются сегодня Грузию втравить в противоборство с Российской Федерацией, Румынию, Молдову, Украину. Вот мы, опять-таки, те, кто находится на Черном море, начинаем испытывать вот это давление, опять-таки, вот того мирового жандарма, гегемона, каким является Соединенные Штаты Америки. Трудно рассчитывать, конечно, на благоразумие местных политиков, но, тем не менее, уповать не на что. Поэтому одна надежда на то, что наш политический класс не поведется на вот эти геополитические провокации, не станет разменной монетой и не превратит наших сограждан в мясо войны с теми, кто когда-то эту страну поднимал из руин. Спасибо вам за эту беседу. Продолжим такое вот просветительство с вами на тему истории. И не только в нашем эфире. Будем вас приглашать с большой охотой. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор философии, историк Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин